И снова сергиево-посадская телекомпания «Тонус» принимала участников 26-го открытого фестиваля «Братина». Съемочная группа в ожидании жеребьевки. Ее провели для тех, кто решил попробовать свои силы в специальной номинации «Репортаж с колес». Это традиционная номинация, работа в которой снимаются непосредственно в момент проведения фестиваля «Братина». Тематика для всех одна – памятники сергиево-посада. Жеребьевка определила конкретный памятник для каждой съемочной группы. А далее начался отсчет времени и полная свобода на создание «Репортажа с колес». Есть только памятник, а вот как о нем рассказать, кого в репортаж привлекать, решается на месте. Съемка, монтаж и в тот же вечер лучшую работу, работу победителя определяли зрители телекомпании «Тонус», которые в прямом эфире голосовали за понравившийся репортаж. Оценка зрителей была важна каждой съемочной группе, однако журналисты и операторы с нетерпением ждали профессиональную оценку своего репортажа. Сергей Бондарев – репортер, продюсер, медиатренер, заместитель председателя жюри фестиваля «Братина». Он подробно разбирал каждый из десяти репортажей с колес, давая высказаться и коллегам из подмосковных телекомпаний. И это тоже своего рода важный момент погружения в профессию с возможностью научиться чему-то новому. Я прекрасно понимаю людей, которые приезжают в чужой город и берутся и делают репортаж. Они все на это способны. Я не уверен, что будучи я в таком возрасте, что я смог бы, набрался бы смелости. Я считаю, что все, кто вошли в номинацию, рискнули, а не выиграли. Для телевизионщиков даже опытных репортаж с колес – это, конечно же, ситуация стрессовая. Репортаж с колес заставляет мобилизоваться. Это очень волнительно, адреналин. Я считаю, каждый журналист должен попробовать поучаствовать в таком конкурсе, потому что он действительно показывает, на что ты способен, как и журналист, как и оператор. Программа 26-го открытого фестиваля телекомпании «Братина» была насыщена различными встречами и мастер-классами. О юморе в медийном пространстве рассказала Марина Андрианова, член Союза писателей России, автор курса по юмористическому сторителлингу. О фейках и способах противостояния поговорили с Константином Скворцовым, доцентом кафедры «Русские и иностранные языки» Академии базовой подготовки Российского университета транспорта, кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов России. Дав общее определение понятию «фейк», Константин Скворцов предоставил и нормативно-правовую базу, о которой не должен забывать человек, идущий в журналистику. Как говорил сент-экзуперы, мы в ответе за тех, кого мы приручили, но если у меня стезя журналиста, каждое слово должно быть на вес золота. Я должен понимать или должна, что за все будет расплата. Соответственно, я говорю только то, что я знаю, это слово «компетенция», то, что изучено, то, что проверено. Для участников фестиваля подмосковных телекомпаний «Братина» была организована встреча с Владимиром Соловьевым, председателем Союза журналистов России. Поговорили про проекты, которые сегодня реализуются, и, конечно же, не обошли тему роли журналистов в современных реалиях. Церемония награждения победителей фестиваля «Братина» в этом году началась по особенному красивость – чина освящения чаш «Братин». Чин совершили рядом с памятным крестом всем пострадавшим за веру во Христа во время гонений и репрессий XX века. После церемония награждения уже продолжилась в уютном зале одного из бизнес-центра Сергиева Посада. В этом году в фестивале «Братина» приняло участие 38 телекомпаний и организаций Подмосковья и других регионов России, в том числе семь детских телестудий. На творческий конкурс участники представили 160 работ по шести номинациям. Чаша «Братина» и Сергиева Посада отправились в подмосковные города Клин, Серпухов, Видное, Щелково и другие города, подтверждая профессионализм местных телевизионщиков. Почетные гости «Братина» – депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Пахомов, глава Сергиева Посадского городского округа Михаил Токарев председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев все, как один, говорили о важности местных средств массовой информации. Некий итог 26-го фестиваля «Братина» подвел президент фестиваля, директор телекомпании «Тонус» Сергей Боков. Мы с вами с видеокамерой и с микрофоном работаем. Мы должны оставаться верным нашему общему делу, сохранению мира во всем мире и оставаться с пониманием и вектором правильным, что мы с вами являемся тем самым высокоточным оружием, чтобы не кривить душой, бороться за справедливость. Вот это и есть, наверное, наш общий итог. Мы по жизни встретились не зря.